Глубоко уважаемый Владимир Федорович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить мою презентацию. Название всеобъемлющее, но основные вопросы, основные проблемы мы затронем в столь короткое время. На сегодняшний день несомненный вклад в хирургическое лечение рака молочной железы вносит неодевантная системная терапия. И в некоторых случаях, начиная уже со стадии Т1С, мы проводим предоперационное лечение. Национальные рекомендации показывают нам широкие возможности при тех или иных ситуациях после неодевантного лечения. Конечно же, они лучше при полном ответе на лечение, нежели при наличии резидуального очага. И хотелось бы вспомнить вот этот знаменитый метаанализ Патрисии Картазар, это еще 2014 год, в котором, в частности, принимало участие и наше отделение. Дело не в этом. Здесь не применимали в этом исследовании, это нет такого исследования. Это список авторов, которые проводили неодевантные испытания. Из примерно 200 испытаний, они избрали вот этих 12, включая наш институт. Это просто список авторов, проводивших неодевант, начиная с 1990 года и дальше. В этом метаанализе были все подтипы, все стадии, все ситуации. На тот момент полных регрессов было порядка 13%. Я говорю сейчас о первичном очаге и лимфатических узлах после неодевантного лечения. И на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Полный регресс – это успех, который, как хирурги, мы хотим достичь, который приводит к улучшению ситуации с объемом хирургического вмешательства. И у определенной группы больных влияет на бессобытийную выживаемость. Принято считать, что это HR2 и трижды негативные пациенты. Но на данном слайде мы также видим у пациентов с эстроген позитивным и HR2 негативным биологическим подтипом. Где-то даже более лучшее расхождение бессобытийной выживаемости, что на сегодняшний день говорит где-то о суррогатном определении подтипов. На данном слайде показана безрецидивная выживаемость у больных с различными стадиями Т. Это Т1, Т2, Т3, Т4. Мы видим, что в любой ситуации заболевание неодевантная химиотерапия дает значимые изменения в показателях безрецидивной выживаемости. Поэтому говорить о размере опухоли в вопросе планирования хирургического лечения не совсем правильно. Достижение полного регресса, несомненно, зависит от биологических подтипов. Если говорить о химиотерапии, то результаты хорошие, но они еще лучше, когда мы применяем более современные методы лечения. Это двойная хиртва-блокада, это препараты платины и парп-ингибиторы, которые дают до 50% полных регрессов в группе трижды негативных раков. Таким образом, можно сказать, что мы у большой группы пациентов достигаем очень хороших результатов. И в этой ситуации хирургические подходы должны соответствовать, но они должны соответствовать с хорошим результатом. И полный регресс, он с точки зрения хирургии важен не только в первичной опухоли, в молочной железе, но и в лимфатических узлах. На сегодняшний день верифицированный лимфоузел перед проведением неодевантного лечения – это диагностический стандарт. Мы проводим неодевантную терапию, оперируем и видим ответы в лимфатическом узле. И цифры, которые демонстрируются в протоколах по исследованию таргетной терапии, дают обнадеживающие результаты в определенной категории пациентов. Не у всех пациентов. И один из самых известных больших метаанализов, который показывает частоту ответа опухоли на неодевантное лечение на 14 тысячах. В общем-то, можно сказать, что результаты хорошие, но есть и группа пациентов с прогрессированием. И нам, как хирургам, обязательно нужно помнить об этом, назначая то или иное системное лечение. Объем хирургического вмешательства, точнее, морфологические варианты остаточного очага – мы, как хирурги, обязательно должны их помнить. Полный регресс в меньшей степени, моноцентричный очаг, чаще всего при трижды негативном раке и HR2 позитивном. И рассеивающиеся на протяжении всего первичного исходного очага опухолевые клетки, что позволит нам также спланировать хирургическое лечение. И хирургическое лечение после неодевантной химиотерапии меняет тактику. И мы должны оперировать в новых границах. Здесь показаны результаты частоты реоперации у пациентов без неодевантной терапии и с неодевантной терапией. Конечно же, пациенты с неодевантной терапией имеют меньшее число реопераций. И в целом мы можем хирургический подход индивидуализировать. Мы, естественно, уменьшаем объем операции на акселярной области. Но на сегодняшний день есть хирургическая проблема, риск локального рецидива. И с точки зрения локального рецидива нужно думать, есть ли какая-то разница в частоте возникновения рецидива от объема удаляемых тканей молочной железы. А, собственно, по сравнению с радикальной мастектомией, разницы никакой нет. Если там выполнена органосохраняющая операция, мы получили чистые края резекции, проведена лучевая терапия, здесь никаких расхождений нет. Панель экспертов Сангалин в 2017 году приняла это решение, что 82% экспертов допускают такое вмешательство. И, конечно же, при хорошем ответе на лечение и при адекватном планировании хирургического лечения. Важная клиническая информация, которую мы должны знать о каждом пациенте при планировании хирургического лечения, это размер опухолевого узла, его точная локализация, количество опухолевых узлов, то есть мультифокальность, мультицентричность опухоли, схемы или схемы неодевантного лечения. Мы должны обладать наличием вспомогательных средств для контроля лечения. Это татуаж, границу опухоли на коже, кевларовые метки в опухоли и по ее периферии, и также метастатическом лимфоузле. Также мы должны выполнить верификацию лимфоузла при N-плюс статусе, должны оценивать до начала, в промежутке и после окончания неодевантного лечения инструментальный ответ. Слайд посвящен очень крупному 12-летнему исследованию на основе 250 тысяч пациенток, которым выполнено хирургическое вмешательство по поводу рака молочной железы. Он показывает тенденции в хирургическом лечении рака молочной железы. На нем мы видим увеличение органосохраняющих операций, снижение числа радикальных мастектомий, но тем самым увеличивается число мастектомий с имплантами. Довольно стабильный уровень мастектомий с лоскутной техникой. Это уже современные тенденции и также увеличение онкопластических резекций. Операции с сохранением ткани молочной железы при мультифокальности и мультицентричности – это тоже вопрос дискуссий. И панель экспертов Сангалин также поддержала, что мы можем и должны выполнять органосохраняющие лечения при мультифокальности и мультицентричности. И выбор метода операции, он зависит от различных особенностей. Это непростой вопрос. И очень часто на сегодняшний день увеличилось число и профилактических мастектомий при наличии мутаций BRC1-2 и от желания конкретного пациента. Я не говорю там про желание при высокой стадии сохранить ткань молочной железы. Очень часто даже они прибегают к сверхерадикализму. Самое главное – это необходимые условия онкологической безопасности, чистые края резекции, последующая лучевая терапия и по показаниям при наличии резидуального очага – одевантная терапия. Очень долгое время предметом острых дискуссий являлись края резекции. На сегодняшний день, к счастью, этот вопрос снят. При карциномии инситу негативный край резекции не менее 2 мм от опухоли. При инвазивном раке оптимальным является отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае. Обязательный атрибут – это установка клипс в ложе опухоли. Это необходимый элемент бустерапии, особенно в случае онкопластических резекций с перемещением ткани молочной железы, с лоскутными техниками. Нанесение татуажных меток, установка кевларовых меток в опухоли и по периферии – это вспомогательные средства. Долгое время предметом обсуждения являлась подкожная кожесохраняющая мастектомия. Анализ базы данных СИР показал, что это абсолютно безопасная методика. Частота локального рецидива, общая выживаемость ни в коем случае не растут после применения данной методики. Но в то же время она позволяет нам радикально прооперировать и где-то одномоментно выполнить реконструктивно-пластическое вмешательство. Также основной проблемой этой методики является при сохранении сосково-реолярного комплекса вовлечение его в онкологический процесс. Какой метод диагностики лучше из наших методов? Сравнительных данных нет. Момография менее чувствительна при ретро-реолярном расположении опухоли. Поэтому большинство исследователей обращают внимание на МРТ молочных желез. И в последнее время эта процедура производится все чаще. Но также частота ложноположительных результатов достигает порядка 14%. Не стоит забывать, что ретро-реолярная область – это такой же край резекции. На нее распространяются все те же правила чистых краев. Также основной вопрос на сегодня – это биопсия сигнальных лимфоузлов после неодевантной химиотерапии, когда у нас был N-плюс статус. И на сегодняшний день биопсия сигнальных лимфоузлов при переходе N1 в N0 после неодевантной терапии, которая была… Эта процедура была исследована довольно в серьезных значимых протоколах, которые говорят, что она должна быть и она должна проводиться правильно с определенными условиями. Поэтому рутинно она должна выполняться всем пациентам, у которых есть конверсия N1 в N0. И при правильном подходе чистота ложно-отрицательных результатов, она порядка 7%. Также сейчас есть последнее исследование МАРИ, где радиоизотоп 125-го йода, частицы его устанавливаются в пораженный лимфоузел до начала лечения. И биопсия сигнальных лимфоузлов также достигает порядка 7% по результатам. И полный регресс в акселярных… Нам обязательно нужно оценивать акселярные лимфатические узлы после неодевантного лечения, так как это сравнение полного регресса в молочной железе и в акселярных лимфатических узлах. Это 10-летняя выживаемость порядка 90%. Наличие резидуального очага порядка 72%. И также для планирования дальнейшего лечения нам нужна верификация и та же самая иммуногистохимия, если у нас в железе полный регресс, а в лимфоузле остался резидуальный очаг. Это последний слайд. В нем я просто хотел рассказать про наш протокол, который сегодня упоминали. В этом протоколе мы устанавливаем также до начала лечения клипсы в центр опухоли, в пораженный лимфоузел при N-плюс статусе. Хотя реально технически это тяжеловато, но наши диагностики нам помогают. В этом исследовании может быть группа пациентов, у которых при полном регрессии в ткани молочной железы и в лимфатическом узле будет отказ от хирургического лечения и переход хирургического лечения в лучевую терапию. Собственно, поживем, увидим, результаты доложим. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, Сергей Сергеевич. Да, все ясно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.